Или можем по-другому строить симметрию, в любом случае на острове Таян, в центре, возле берега, определенная точка, как в центре этой симметрии отмечается. То есть получается, рота имела, во-первых, симметрию креста в круге, а во-вторых, дополнительными параметрами были еще созданы ряд симметрий. Шо здесь написано? А вот между пальцами. Присунутое, что видать. Это вот первоначальное было, да, вот, расположение? Нет, дальше мы разберемся еще. А теперь прошу зачитать. Ну, кто же ты такие читаешь? Это же какая-то трояница. Нет, это аум ар-асия. Трояница здесь никакой. Ну, такие мне похожи на трояница. Совсем нет. Потому что трояница это квадраты. Про вторшему помню, не так сдаётся. Я расчищу... Я расчищу что? С чего? Я расчищу что? Я расчищу с силой. Я расчищу с... С... Свет. Я расчищу... Свет. Я расчёл. Шерц. Я расчёл. Шерц. 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 сиет но раз у во 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 load первая птаха Таха, а то, что пси... Нет, никак не пси. А с кем? Это идёт Йо Цзол Джэнь. И идёт он. И идёт уук. Паук? Нет. Совсем не его. Ну, я ж не сказала. Чё, вы практически сказали паук. Нет, я сказала паук. А паук, это не паук. Паук на его там сидит. И лима та паука. Уже лима. Познав. И тут снова такие... Ай... Ай... Познав. И... Кааа... Позначено? Чё? Познав. 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 Чё, зимрай? Никак нет. Это гибрид Йо Цзол Джэня и Айи. Айи. То я хочу читать Айи с Йо Цзол Джэнь. Разум. Но Йо Цзол Джэнь это Ий, который именно в материальном мире. Ий. Йо. 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 Ияяи. Идзайи. Ну, сам он называется Йо Цзол Джэнь. Поэтому, как бы... Вот слово Йо Цзол Джэнь. Конечно. вот этот длинный, он везде Йо Цзол Джэнь. Вот она большая и красивая. Вот это Юдзилджэнь? Да. Ну, он практически как-нибудь в бумажне читается. Ну, видите, у нас есть Юдзилджэнь, которая духовная. И есть Юдзилджэнь, которая именно в материальном мире. Юдзилджэнь где? А, не здесь, извиняюсь. Вот. 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 Вот, да. Да. Она маленькая, твоя. Маленькая, потому что это трансцензент. Юдзилджэнь это... Материальный. Монстряка такой. Я не знаю, что это Юдзилджэнь. И произносится, это как-то его название нужно спрессовывать и произносить. Ну да. Те, с которыми он лигатуризируется. Дзи-яну. И дзи-яну как-то. Дзи-яну расчё... Дзи-яну расчё... Дзи-яну расчё... Дзи-яну расчё... Ну, снова мы, получается, дзэ выпячиваем. А надо е выпячивать, однако, рядом с ним дзэ какое-то где-то все-таки валяется. Дзи-яну расчё... И даже не просто Дзи-яну... Дзи-яну... Дзи-яну расчё... Можете прочитать перевод? Это переводится как непременно всякое и каждое обозначение на ротаре абсолютно точно дает возможность познать величайшие искусства. Источные знания материальной и духовной природы. Всякое и каждое обозначение на ротаре абсолютно точно дает возможность познать. А здесь уже идет игра слов. Поскольку если бы в древности, то слово на ротаре понималось бы еще как сейчас говорят на свету или в свете правды. Каждое действие и сказание, судьба и цель вкладывается создателем, формировавшим облик ротаре. Так же как и облик государства, так же как и человек формирует свой облик. Истинная божественная мощь нисходящая помогает к Ра направиться во многославии священного могущества и величия Ра. Ра все славен, все могущ, все вышен, все правитель, все учитель, все мудрый, все истинный, все любящий, все прекрасный, все достойный. Отец и правитель всем богам и мирам. Один Ра и только лишь Ра, Ра и только Ра, и нет иного пути, кроме как Ра, и только Ра-то Ра священная. Вспомните Ратаю, вспомните свою суть. Ну и такая приклассная, такая складная. Ну вот, последнее, вот это, что, вспомните, Ратаю, вспомните свою суть. Вот слово вспомните, прочитайте его, пожалуйста. Эд йодзо лжэнь. Не просто йодзо лжэнь, эд йодзо лжэнь. Что-то так и читаете-то. Ну как это так? Ой, эдзээ. Ого, эдзээ. Можно я его прочитаю? Нет. Я не знаю. Ну, это слово вспоминать похоже. Ну да. Вспоминать. Ну, ого. Вспоминать. А вот это, говорит, кто? Ты тоже? Это урезанный Йодзилджейн с Гахаревью. Да. И тогда какие части этих букв? Или это просто совмещенный образ получается? Совмещенный образ. И нужно медитировать перед тем, как даже на него смотреть теоретически. Всё правильно сразуметь только так. Да. А вот этот Йодзилджейн это вообще отдельная история. Ну ладно. Ещё встретитесь с ними. Ну ладно, ещё так. Итак. А вот у нас Ротай в Трипольской керамике. Не сознаём я. Ну да. А вот другие всякие карты с Ротарией. И тут мы можем кое-что вообще очень интересненькое даже заметить. И что мы тут замечаем? Ну да. Ну да. Ну да. И тут читку все видно. А с чего мы тут проинзаимыки-то? А именно, что, например, Курасай часто соединялся с Раяном. И плюс другие острова, и практически к Уралу прямой перешаек. Вот видите, здесь они уже разделены, а здесь они вместе. Ну вот, совместите мысли на обе карты. Видите, вот вверх, вот вверх. Вот бок, вот бок. Но видите, здесь уже отмылся кусок. А здесь ещё этот кусок приручен. Вот этот? Да, вот этот кусок, он стал вот. И видите, здесь внутренняя как бы идёт гряда гор. А здесь уже часть этой гряды гор является берегом. Тут, 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 там цели практически немае тут. Оно уже в островах, так? Да. Вот тут специально. Да, да, да. Вот эта гряда гор, вот она, это этот и этот остров. А получается центральная равнина этого суперострова затоплена. И вот мы видим даже параллель. Видите, параллель. Вот это параллель? Ну да, ну меридианы вот, вот это параллели. Параллель, параллель, ну и дальше. Ну вот параллели и меридианы. И вот по этим параллелям тоже можно сравнить. Получается, Куросай был частью. Но иногда они соединялись, да. Вот здесь о великом кладе Герхарда, меркатора в географии. То, что видно так, кто раскрыв лобус, изобразили на плоскости. Да. Атлас с ведической символикой. Целинь его тоже. Вот с разных рукописей. Снова видим, на одном историческом периоде всё это один остров, на другом уже ушло. Понимаете, Иисус? То есть, в принципе, даже по таким особенностям, вообще можно отмечать, на каком историческом периоде что происходило. А здесь вообще она показана, как один остров. Вот это я уж не знаю, к какому времени принадлежит. А здесь вообще тоже интересная ситуация. Здесь получается, внутренние острова, они как бы сами по себе. Горы, которые, кольцо гор, которое их окружало, они побитые все. Тоже превратились в острова. Но, однако, Раян через Курасай имеет связь непосредственно с Скандинавией. А тут, получается, врастает... Вдаян врастает у нас... Ну, не совсем Вдаян. Нет, Вдаян, получается, если мы его соединим. Вдаян у нас врастает Дасай. И они срастаются с Гренландией. Но это же не предпочитано, что Дасай. Ну вот, видите, Грядагор. В нормальных ситуациях... Это остров. Поэтому мы понимаем, что это Грядагор, которая здесь изображена, это именно и есть Дасай. Какие-то Грядагоры, это и есть... Курганы. Вот здесь интересность, интереснее. Тоже Ротая побитая очень сильно. Это уже начало затопления Ротая, очевидно. Раян... Разбитый. Ну и остальные уже очень сильно потеряли в объеме. Испанская карта. На ней тоже Ротая изображена. Видите, атмосфера и все. А карта старая. А на ней Земля именно круглая. И как современная спутниковая съемка. А это времена Меркатора. А если вот я провел исследование по карте, и смотрю, что здесь еще часть береговых очертаний сделана до потопа. То есть это еще до ледникового очертания, отчасти до ледникового очертания Земли. Во многих местах присутствует. Каспийско-Уральское море. Разберемся еще с ним. Нехороший он был детский. Разберемся с ним. Вот здесь, в частности, некоторые исторические этапы. И здесь вот. Показано на одном. Вообще острова мощные. Реки еле-еле. Получается даже не просто крест в круге, а целая свастика. Дальше острова начинают терять. Острова уже потеряли очень много. Но однако, допустим, Досаеве здесь изображен с островами. То есть... Ну вот тут, собственно, вот эта тенденция к затоплению. И кроме того, если качественно присмотреться, вот здесь это хорошо видно, то по Гренландии можно также видеть направление относительно того, где находились острова Гибербореи. Ну вот смотрим. По одному из берегов Гренландии проводим линию. Вот проводим. Вот проводим. По-другому проводим линию, и она как раз практически соответствует с ворами Раяна. Ну вот сейчас это здесь. Там хребет Ломоносова. Ну вот снова вот проводим исследование. Только мы завел разрыв на ночь. Да. Ну вот тут опять проводим исследование. Вот уже, когда мореплаватели полазали по Северному Ледовитому океану после Меркатора, они уже стали изображать, как оно было на их время. И это еще раз показывает, что он заимствовал это с физических текстов. Поскольку те, кто не заимствовали, они изображали без всякой гибербореи. А те, кто заимствовали у Джона Ди, у Меркатора и из других физических источников, пожалуйста. И поскольку, когда они заимствовали, с одной стороны, они, получается, допускали неточность, они гиберборею изображали. Но когда они пользовались физическими принципами и картографической проекцией, которую Меркатор изобрел, а изведом взял, и всем остальным, и точностью очертаний, то это им давало ряд плюсов. Поэтому вот именно копирование из древних текстов имело ряд плюсов, и поэтому эти карты имели востребованность даже больше, чем достоверные карты, составленные полнореплавателем на его время. Вот арабские карты, пожалуйста. Это яблоков. Ну, а это не Меркаторова проекция? Не знаю, нет, да. Еще Меркаторова способ переноса. Наоборот, Меркатора они просто не приняли, они по-своему сделали. Вот такая проекция. Рата свеств, олове сердце миров. Да. Съед. Узнаете? Свежая карта. Почему свежая? Ну, я думаю, что она недавно появилась в истории, была куплена кем-то. Ну, да. У кого-то там. Ну, сама она не свежая. Сама она, да. Это же какой-то военачальник, да, известный. Да, здесь описывается. Здесь описывается. Однако, вот я провожу параллель с доледниковой землей, и вот прямое соответствие береговых точек. Ну, вот и красными линиями. Угу. То есть соответствует именно доледниковой земле. Да, кое-какие нюансы, поскольку здесь у нас в плоскость, вообще полностью плоскость земля выкручена. А на этой карте оно выкручено в два полушария. Нет, в одно соединённое лучше не займемся. Вот. Ну, как два соединённых как-то так. То есть здесь оно в такое выкручено. А на реконструкционной современность, в которой я эти куски вырезал, каждый просто прямоугольник выкручен. Поэтому, естественно, вот в некоторых, вот здесь, допустим, некоторые очертания выкручены в разные стороны. Ну, в общем, даже вот эти завитушки, их можно однозначно сопоставить. Да. То есть вопрос. Древние китайцы, ну, не такие древние, средневековые, они что, приехали в Европу и изучали не современную для них географию, а проводили исследование о том, какую форму Европа имела 30 тысяч лет назад или как? Ну, вот как вы думаете? Нет, конечно. Как можно по-другому? Давайте вот придумаем способ, как можно по-другому объяснить знания китайцев как минимум 500 лет назад о доледниковой форме Европы. Были у них источники. Ну, да, то есть только такой вариант. Другого ничего я придумать не могу, как бы не думать. Во-первых, если бы сами китайцы и заплыли в Европу, то, соответственно, они бы записали географию, которая была на их время. Я сомневаюсь, что у них были возможности, да и цели изучать, какой Европа была намного раньше. Зачем им это делать? Там надо прописаться на века, чтобы такую информацию получить, да? Ну, да. Больше того, о таких массовых исследованиях китайцев в Европе того времени ничего не известно. Если сбросить это на то, что они просто ошиблись, какая ошибка? Почему их ошибка в точности соответствует научной реконструкции? Ученые, что тоже ошиблись? Или они у китайцев взаимствовали? Ну, как вот, скажите мне, пожалуйста, что происходит? Ну, конечно, нет. Вот современная наша наука должна такие вещи осмыслять и приходить к тем же выводам, правильно? А они не хотят это осмыслить. Вот возьмем Ольге, мы вот звонили чуть раньше. Вот что она мне сказала? Что она уже ничему не хочет верить, и я плохой, традиция плохая, человечество плохое. Потом я говорю, ну ладно, я-то плохое, человечество чем плохое? Она, не-не, вы не плохой, как бы. Ну, она сказала, что мы потом опомятались. И снова начала дивиться видео. Да не важно в этом. Ну, смотрите, это получается некая ложь. Получается, если она считает, что традиция неправильная, тексты неправильные, она должна найти, почему они неправильные, и спасать меня, спасать вас, допустим, от неправильных текстов. Ну, так же? Нет, ну, теоретически, если мы находим, что, вот, например, в христианстве куча глюков, я это нашел, я это готов предоставить. Или где-нибудь еще. А как это она? То есть она нечестна или к себе, или к нам, или вообще и к себе, и к нам. Если с одной стороны она говорит, что ей что-то не понравилось, а с другой стороны не объясняет, что, как и почему. Да тут ситуация непонятна, что человек может найти для себя... Вот, идем дальше по реконструкции. И в это поверить. Вот снова и на картах Меркатора, и на китайской карте нам показано очертание, каким оно было раньше. Намного раньше. Вот другие китайские карты, опять ртае, везде. Индийские, тибетские, мандалы, опять ртае. Индийские своеобразные, которые подходят. Ой, ну это вообще кошмарик. А, вот это как сам? Кошмарик, я чуть-чуть. Вот, ну смотрим, в центре ртае есть крест круга. Видим? Дальше видим, что вокруг некая штука разделена на две части. Видим это дело? Вот у нас получается Евразия и Америка. А вот, допустим, представим, есть некий гуру. Он имеет представление о параллелях, о меридианах, о континентах. И он ученику рассказывает. Так вот, вокруг ртае, который имеет крест круга, есть два континента. Они разделены реком, реками. Там есть, допустим, параллели, есть меридианы. Все это делится по неким таким, ну, почти квадратам. А еще есть северное полушарие, еще есть южное полушарие. И при этом, если словесно это передавать, а потом попытаться визуализировать. Меридианы. Нечто такое и получится. Параллели, да? Ну да. Ну а здесь мифология пошла уже, чистая. Это так, чтобы не плавать, а просто со слов задокументировать. А вот другая, я показываю другую картографическую проекцию, чтобы было понятно, что Землю на плоскости можно вывернуть совершенно по-разному. И вот, допустим, представим вот эту штуку, потом будут словесно передавать. Но у нас получится что-то типа этого. Вообще, гуру будет рассказывать. Квадрат, а в нем еще один квадрат. А в нем вписанный крестик, а в нем идут полосочки. А на этих полосочках... В общем, как из квадрата сложить шарик, да? Ага. Ну, выбираем внутреннюю часть индийской мандалы. Сравниваем с другой индийской мандалой. Сравниваем со знаком ротарей. Получается почти идентично. Узнается? Ну, сейчас, раз же, Боже, ваше неправильно. Слава Раму. Слава Раму. Надо стоить за картинка прямо. Что я на передачем. Идем сюда. Святое, 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 святое. Страшное, святое, святое. История, святое, святое, святое. На хертое, святое, святое. На хертое, святое. Да. Паралели. Не так, что безмежно, но много, да, это правда. Изображение Рады Раты. Это определенный иконографический стиль изображения Матери Родины. Ну да, но это совмещается изображение Кристалл Кругера и изображение некой женской фигуры. А что здесь написано? А я тут не знаю, это что на санскритте написано? Ну да. А я в санскритте знаю. Ну в них хорошо написано все так стронко и красиво. Санскрит. Санскрит. Где? Вот это не? Нет. Где это? Ага. Санскрит. 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 Да. Херсонский художественный музей. А какие? Ну это воспроизведение уже недавнее. Однако понятно, что как и с вышивкой, вырезка воспроизводилась, воспроизводилась и воспроизводилась все по древним образцам. Поэтому тут век как бы и не важен. Снова получается Ротая, Северная и Южная Америки. Все как положено. Вот трипольская статуэтка со знаком Ротая и Мишей. Глазаевские таблички. Расселение. Кстати, у меня еще есть ряд текстов на этой письменности. А я как за письменность? Досогастовая буквица. Ну так похоже. Дольше. Не очень. Сколько там было знаков? Дальше, чем до гибели. Чуть дальше. И даже не в два раза больше, чем в два раза. А это какие-то поселения? Трипольская. Ну, здесь Айтиксан. А вот эта особь, с человека, с знаками, это взята просто с осей? Ну, не каноничная какая-то особь. Откуда я знаю? Нет. Ну, она похожа на мне издается. Ну, может быть, выбрали максимально антропологически более-менее человекообразную женщину. Может, ее даже как-то фотошопом перечухали, чтоб больше имела. Да, похожа. Похоже, как мне издается. Как бы, ее вообще выкидывали? Ну, так, я думаю, на знаки. Ну, вот. На силы. И, ну, вот такие. Так что видите, у вас еще не самый большой аккаунт. Бывают и такие. Ну, стрелы тут носить. Да, в общем, вот. У меня аккаунт очень знаменитый, я никого ни где не видела такой. У меня когда-то пришел на вид, начал свое приветствие. Подивился на мои знаки и начал свое приветствие. Ну, возможно, решил, что вы какая-то жена буру или что-то такое. Потому что, если брать традиционные индусские каноны, то это полагается не простому Кришниту, это, ну, да, да. Ну, так мы говорим такое. Но я сказал, Кришна, это, что… И что вы ему сказала? А я ему что-то ничего не сказала. Это было еще в мере… Первая аккаунта моя была неца. А, первая. Первая, да. Ну, все равно, как бы, там она была особая. Поэтому, Кришниту нужно было преклоняться. Харе Кришна. Почитаем зараз, так? Ага. Возможно, мы заждём ротокора и пока что-то разберём. Возможно, вы каких-то штук в текст книги вытащите. Каких? О которых вы читали. Может. Таскайте их сюда. Может, нет. Таскайте их, здесь где-то даже ножек есть. Ну, ваня не может. О, и ножницы доставят. Таскайте их. Будем их купить. Не, я сейчас буду их купить. А я хотела. Ну, вы знаете. Не знаю. В моей здобности. Ну, я это так-нибудь знаю. Зачем тогда так говорить, так думать, так делать. Вот это, кстати, к вопросу о самообману, о котором мы в прошлый раз разбирали. Вот то, что та, о которой я звонил, как бы, с одной стороны, говорит, что она нашла какие-то разочарования или что она там нашла, а с другой стороны, не может сформулировать что. Ну, вот она самая, самая манна, которая описана в Верой. Я тоже. Мы сегодня с Митроватой говорили по поводу… Нет, ну потому что… Все в себе находит человек сам. Вернее, человек, каждый находится в себе. Каждый находится на своем пути развития. Есть какие-то сложности возникают у него с непониманием. Нужно находить в самом себе. Что же не так? Что тебе мешает понять тот свет истины, который, опять же, сквозь тебя проходит, пробивается? Ну да. И, как бы, я не против. Я знаю, что, допустим, в устройстве нынешней, вот той львовской штуковины, там много неправильного. Во-первых, там нет верховного священнослужителя. Там свет. И получается, допустим, это вообще дебилизм получился сейчас страшный. Со смертью Маркияна Вапшицкого нет верховного священнослужителя. Управлял совет. Все это время. А вот и кто, взагалі, такой? Теоретически, советники верховного священнослужителя. А священнослужители? Ну, они, как бы, это те, которые ищут и обрабатывают информацию верховному Рахману докладывают. Тобто... Есть такие варианты, как бы, решения того или иного вопроса. Тобто чиновники. Ну, слухи верховного Рахмана, как бы. Ну, так чиновники... Ну, вот как сейчас есть, допустим, администрация президента. То, что там президенту должны документы готовить, президент им дает указ, вот, приготовьте мне такие документы. И они ему, допустим, могут принести. Вот можете, типа, такой документ написать, можете такой, можете такой. И президент такой думает, что же я решу. Решает и говорит, вот, этот. Но было бы очень странно, если бы они решили, что ему делать. Ну, да. Но, поскольку, как бы, параллель проводя президента, вернее, верховного священнослужителя нету, то они, как бы, сами верховодят. А вот этот, вот этот товарищ, во-первых, как бы, ну, нынешний глава товарищ Дарьян Треслов. Он себя, во-первых, не объявил верховным священнослужителем, а во-первых, фактически узурпировал власть и фактически руководит традицией глава Совета. Что дебильно. А вы это священнослужители? Что здесь такое? Ну, а смысл всей традиции? Что? Сохранить знания до какого-то времени? А нет, о какой мы всей традиции говорим? Если рахманы между собой общаются только через вот этих львовских товарищей. Между собой общаются? Только через посредников. Сами рахманы не общаются. Между собой? Ну, да. Ну, я же только что это и сказал. Что рахманы между собой общаются только через представителей Совета. В древности это делалось, когда не было телефонов, не было интернета. Но делалось, что рахманам не нужно было там пол Украины или пол Польши пешком ходить. И так до сих пор это и осталось. Наследство прошлого непонятное. Ну, это же может быть с таким искажением, да? Так вот я из-за этого и говорю, что получается они искажают. Поэтому есть вот некоторые недостатки, которые реально есть. А чего она себе там надумала? Угу. Я же не говорю, что все идеально. Ну, на моей это... Мы разбирали, что... По поводу разочарования, то, что она могла такую связь проследить и сделать выводы, то, что вы сказали. Нет, я... Конечно, наверное, не об этом. Ну, так, а зачем тогда какой-то бред придумывать? Арина, это можно сказать... Я согласен, что вот, допустим, вот здесь есть диалектические отклонения. То есть это не классическая аум арасия, а уже диалект очень диалектический, очень поздний. То есть и здесь есть кое-что нехорошее, так скажем. А если возьмем еще какую-то частную... А, вот здесь еще можно сказать, здесь скобка эта самая неровная, видите? Скрепки, они очень неровно здесь закреплены. Поэтому это... Это влияет мне кажется. Нет, ну, я... Снова, я не говорю, что все идеально. Однако вот примеры чего-то не совсем хорошего. Вот есть пример там, допустим. Вот в той брошюре те, кому я ее дал распространить, они ее не распространили, а облили водой. Вот тоже там... Расплылосился. Да, как бы. Там, где есть, я вижу, есть. А еще таки, возможно, были такие випадки, что и шла, и шла, и планета нашла. И людине затмение. Так были такие випадки с моей сестрой. Ну, так как бы это... И все. И это не залежит от того, от истинности, от красоты того, до чего она прикасается. Ну, так это же самый обман получается. Это ужас. Это получается фактически такая пассивная ненависть ко мне, к вам и вообще к человечеству. Ну, это из-за собственных недоликов, Юрий. Да неважно из-за чего. То есть, я считаю, что если она считает, что есть куча глюков, то надо составить список глюков. Ну, указать, надо. И нам это все рассказать. И начать печатать везде, что вот глюки, вот их целый тут мешок. Ну, а с питанием у нее все в порядке? Ну, да. У нас витерианка. Не, ну я не знаю сейчас. Ну, вроде как бы да. У нас витерианка. Я не знаю. Я не буду это гарантировать. По крайней мере, опровержения у меня нет. Ну, надеюсь. Очень сильно надеюсь. У нас что-то много. С великой вероятностью, наверное, так. Питание все-таки играет. Ну, один из стопов для дополнительного развязания. Ну, да. Там еще... Ладно. Читаем, да? Да. Ага. Так вот, не дайте тебе запечатку. Ну, жена, может? Что она может? Что, не требуется? А сейчас подисти. Ай-яй-яй-яй-яй. Что, это лучше? Что? Что, это лучше? Не, что-то лучше. Эй-е-яй-яй-яй-яй. Что, это лучше? Ну, я вот с теми, сколько мы прочитаем. Что осталось? Ну что, будем читать, а вчера потом откладываемся? Ну давайте уже дочитаем. Где-то уходи в сторону все осталось еще. Потому что у нас уже куча похибок. Точно три дня придется медитировать. А что мне можно заведать? В смысле? Медитацию. Чи нам всем разом медитировать? И завтра, и послезавтра? Ну ладно, пока читаем. А себе радуем. Может коты прийдут на жертвоприношение? О, видишь. И радово скрась сотнями. Ну, хуха безгранного знову сполнивши. Вот котлинский пришел на молитву. В телефонном режиме. Плачет. Все доброе или плохо? А это котлинский любит пепетель? Чи нет? Нет, совсем нет. А, это не то. Ну, у волоса есть такие трюки? Нет, это просто он простится. А-а-а. Ксиева ради Еврана. Почему вы его вышли? Он любит пепетель? Ну, нет. Просто асоциация с голосом. У него такой тембр. Подибный до того, в який. Я по видео додала. Ваше видео. И у него трешки такие волосы схожие. Ну, я не знаю, как его... Где вы разбирались с видео с О, там где была Ольга, да? И этот мужчина, что он поймался, что он... Нет, то вы дома у него сидели и давали ему словарь читать. А-а, нет, 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 нет. Ну, такой, ну, я не кушаю совсем, но такие... Нет, вообще нет. То вообще другой. Они даже с разной карты. Это, наверное, мы очень... Все, сюда идем. Дядечка, який празднествами присылался, записывал, да? Ну, не так, может. На свалку всех дядек. Котлинский не ел кашу в любом случае. Он умный достаточно. Ну, и все лишнего. А что? И власный Нилкмен. Хуха безгранного... Просто это не хлюк. Просто в действительности есть некая усталость, поскольку он 9 дней на слуху упастится. На слуху то важно. Это я уже как бы привык, поэтому не сильно. А нормальному, что человеку... А вы тоже на слуху зараз посчитаете? Читаем. Понятно. Из вами все. Все... Городиехраном айцом хуха безгранного... А все безгранцы... Здвешав земра а земраю нашую... Абы магую прави магии отта... Вот это «вздвешил», оно часто в текстах встречается, это как бы повесил в центре какого-то пустоты. Именно «вздвешил»? Между «воздвиг» и «повешил», что-то такое. Вот это два понятия. Нет, это одно понятие, просто снова. А сейчас такого понятия нет. Ну, я в принципе так и разумею, потому что диспереклад такой был, что он, условно не подобается, повесил. «Вздвешил земра, а земра ее нашу, на шью, а би магию прави магитая, уздерожана голова, а себе е свинтраи зираи по огранче разнису». «Себо уздерожан земра магию прави, а прави мага радао правоугом на ради жена, а е женой правоугара всевышния». «Всевышня». Ну, это ж в 2014 году. «Всевышня». «А Елена знала всевышням, а и створяв он земра, а земра ее інших хом». «Вот, кстати, из этого, что одни, как я, другие, как Януеву раскрывали, получилась часть российских удлинений слов». «А препод? Может?» «Ну, они не совсем, как бы, так получилось. Ну, например, у нас вся его, а у них сияние есть». «Ага. Ну, как раз, ну так». «Вот по такому принципу. Что у нас оно ушло практически на нет, а у них его разложили и даже в твердый знак превратили». «Это из-за неправильного…» «Нет, ну и в украинском языке оно неправильное, потому что так. Просто разные подходы. Это как И или Е в российском и украинском тоже. И тут уже гадай, какое из них более неправильное. «Те и те. И те. И те. А я оно скрасил сотням сераем аха. А с нимом… А с ним… 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 Шурка поставил. А коли я… А зи… А зи… Ам. Ра… А зи… Ам. Ра… А окол. Ра. «Соу… Ну, я забыла, что посерединя изначается… Какая крапка… Си… Ё… На… Боуга. Ра». «Є». 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 «Зи». «Но здесь гибрид». «Ну так. То, что, не нужно звертати на это увагу, или что тут?» «Читать как Є и в некоторых случаях предполагать, что он открывает звучание». Ага, ну там по смыслу не проходит цифра, стрессовый дневник. Потому что это гибрид, юдгай, гибрид джнашта, полнорайка и малорайка. Асавия Раба Ксенесия всия, она воскрешает, воскрешает, а звезд хая и створает, воскрешает, а звезд хая и створает новие, а узнищие, узнищие старые. Магой Раба Ксенесия всия, воскрешает, а все заповнивые, хоха Аграна. Ну я на., ну я на, ну я на, ну я не, ну, ну я на ,ни, ну я на. А а грань, я пора я, пора я. Пораян в... Что-то не так... Пораян в... Ну, это как оттенок читается. Пораян в землю, а землю и се, Дети, а оно цера, а оно зново родиев сия, В разных таболы они и отче мира, А сие так родиев оно, Ну, я, ну, я, ну, я, а сва, а инша. А наша... Нет. Что сер... Ну ладно, а наша. А выголвши хью порам, Зново родиев сия, А стати сао ратом, Ратом, А выголвши сао, Ратом, Зново радиеши са, Ратом, Зново радиеши са, А стати ново сао ратом, А сие так стаоону сао ратом, Скрай саоутньо, И саутньо, Скрай саоутньо, А сие так и створав, Ратом, Санес, 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 Боузи, 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 Кри, Дзера, Завию, А дзе, Дзе, Ра, Жа, Державию, Державию, Радвию, Радвию, Райя, Ра, Ейя, Райя, Ра, Райя, Райя, Сушую, Сушушу? Шащую, Ну не. На какой радость он отправил одну власть? Упора... Упора... Ну, а это тоже нужно прочитать. Ну, это тоже. Упора... 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 то есть зимра, а зимра и я. У всех святых пора есть одного свана. Синес равна обузе, бог на цена и ниже то радеена, радовешняя. Так сие пора явие одного от батча, а от малого, бо одним оно сие есть, о, о, ра, велее, чи як там князество твое. Сие Рауму обы сия, князь наш, радо, святие. Сие пора явие кора врату, а около твое природало, Бог, где ради, где ради, коние есть, где есть че от че одно, о, сие от че, у всии отча, сие пора яв... сия... пора явие... пора явие пора явие... у всие велиющие... оскрати явие... сияние... Но тут... Но тут утра... ...а... ...кью-ку-ра... ...а-ра-тон... ...а-ра-тон, а-да-ж Бог... ...са-у сиеуса-и-мазда-бог-у-рахма... Погнесай, магатная, у сие проявнии, Много проявнии, скрась сотни, а скрась правнии. А прояву та тия агранье множество повещь, рам, сивы, вещь, рак, овщь. А не зрахуя, а ха анче, оин тия, орах, магатная, у сие вьет, вьет, у сие вьет, свят, святой вьет. А куча, куча, гаданная, у си вьет. Надвечная, надвечная. Как еще читаете? Надвечная. Мога намагатна. Оути, оути, иммияхо, иммияхо, а граньёй множеств, а глапати льез, а очи льез. То есть, в свыше множество имён...